Старинная усадьба с многовековой историей или древняя церковь с некрополем – вот, пожалуй, те места, в которых мы ожидаем найти спрятанные некогда ценности. Но село Плахино Захаровского района разрушило все стереотипы, когда в стенах далеко не древние школы. Постройки 1939 года были найдены четыре иконы. Вполне возможно, что когда-то они украшали иконостас храма, стоящего в этом селе. Храм Иоанна Богослова 18 века в селе Плахино был разобран в 1937 году. Именно из церковного кирпича построили первый этаж этой школы. Но, по всей видимости, помимо кирпича сюда перекочевали и древние иконы. Иконы были найдены 10 октября рабочими, разбирающими старое здание. Прямо за ним уже заложен фундамент новой школы. По всей видимости, они были припиты к стропилам. Как оказалось, для местных жителей находка не стала неожиданностью. Я еще когда учился в этой школе в 80-х годах, и уже шли разговоры, что в этой школе заложены иконы. Ну, старожилы, которые бабушки старенькие особенно, сейчас они все умерли. Ну, кто верил, кто не верил. Ну и вот, когда вот это произошло, начали когда ломать школу, обнаружились иконы. Хотя, я всех их предупреждал. Бригаду, прораба, всех. Всем говорил, ставил известно, что есть закладки, должны быть. Сразу после обнаружения иконы были переданы в Рязанскую епархию. Изображение Серафима Саровского, которое, по всей видимости, было написано в начале 20 века, сохранилось лучше всего. Икона Божией Матери с большой вероятностью не подлежит восстановлению. На двух других изображен архистратик Божий Михаила, благоверный князь, скорее всего, Александр Невский. Правда, по словам отца Арсения, найденные лиги кладом можно назвать с большой натяжкой. Это не совсем клад. Это же, понимаете, люди не сохранили эти иконы, а использовали их как доски, перекрытия и прочее. Поэтому вы видите, вот здесь в иконах, например, гвозди. То есть, они их просто вбивали. Одна икона без головы, образ, потому что, видимо, не умещалась доска, вот ее решили отпилить сверху почему-то именно. Какие-то иконы Богородицы, она практически вообще не сохранилась. То есть, использовали их именно в хозяйственных целях, в хозяйственных нуждах. Это не в качестве сохранения было сделано. А вот Владимир Шипилов утверждает, что жители села хотели сохранить иконы. Пусть и выбрали для этого не самый подходящий способ. Понимаете, 39-й год. Население, конечно же, особенно старушки, вот эти, которые были молодые они, и они вот, мы, говорит, тайком их приносили и вот так вот делали. Да, они как были прибиты, как в качестве досок. Но они их ложили так, чтобы по ним не ходить, потому что, чтобы редко по ним ходили. В любом случае, для людей верующих эта находка – настоящее сокровище, прежде всего в духовном плане. В ближайшее время с этими иконами предстоит поработать экспертом. Они должны будут определить их состояние и понять, какие работы нужно будет провести для их реставрации. В любом случае, мы намерены их отреставрировать и затем уже передать в те храмы, которые нуждаются и в образах, и тем более в таких намоленных иконах, перед которыми молились наши предки. Здание школы разобрано еще не до конца, так что вполне возможно, в ближайшее время будут найдены другие иконы начала 20 века. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».